Книга «Огонь Прометея» или «Мистика в нашей жизни» Лариса Александровна Секлитова и Людмила Леоновна Стрельникова, глава 16. Начальные контакты. А когда мы энергетически стали подготовлены к разговору с ним, Высшие Иерархии объявили нам «Сегодня вы будете говорить с Богом». Это была торжественная и очень волнующая минута. Сердца наши громко забились и появилось возвышенное чувство радости и нечто необычного. Надо было наблюдать за изменениями в облике Ларисы. Это была уже не она, а часть его величавой сути. Плечи ее расправились, спина выпрямилась, приняв гордолею осанку. Лик ее просветлился и из серо-зеленых глаз полился чистый небесный свет. Она была проста и одновременно мудра. Она была земной и одновременно небесной. Все вокруг словно озарилось сиянием. Нам показалось, что на наши плечи опустилась ласковая и обудряющая рука, которая пыталась снять наше волнение. Сердца наши распахнулись навстречу великому чувству любви к Богу. Голос Создателя прозвучал в наступившей тишине торжественно и величаво. В нем чувствовалась огромная мощь и сила Духа. Приветствую восходящих, не уставших идти за эти долгие годы испытаний. Вы достойно выдержали все, уготованное вам, и мы вновь встречаемся с вами, но уже на моем уровне. Не я спустился к вам, а вы поднялись ко мне. И в этом большая разница. Когда я спускаюсь к людям, я делаю им снисхождение. А когда они поднимаются ко мне, в этом их труд, усердие и вера в меня. Благодарю, что оправдали мои ожидания. Но не сселю вам благая покой, а жду от вас дальнейших дел, угодных мне. В мое царство приходит не на вечный покой, это заблуждение человека, а для вечных трудов, ибо эволюция не терпит застоя, и покой в ней относителен. Будете работать на благо человечества, и да будет услышан людьми ваш глаз.